Всем привет! Это видео будет полезно для того, кто собрался покупать дом или участок под строительство дома. И на вопросы мне сегодня отвечает Безруков Анатолий Михайлович. Поехали! Сейчас много домов продают готовых. Их специально строят под продажу. Выкупают землю, строят дом и предлагают купить. Как правильно выбрать дом и на что обратить внимание при покупке? Прежде всего, наверное, нужно посмотреть, чтобы он был красивым, удобным и недорогим. Вы тоже Анатолий сказок насмотрели. Да, надо выбирать что-то одно, видимо, из этого. Или, по крайней мере, два максимум. Но все три не бывают. Быстро, красиво и недорого. Конечно! Заходите, все самое лучшее у нас. Точно, точно. И тем не менее, когда мы выбрали самое быстрое, недорогое и красивое, на что нужно обращать внимание? Мы сейчас говорим о покупке у застройщика или у частного лица, который своими силами как-то... Ну, давайте вот о чем. Давайте поговорим о том, что, допустим, мы покупаем дом у человека, который специально построил этот дом для продажи. Он в нем не жил. Он его построил для продажи. Ну, об этом мы частично уже говорим. А не важно, на самом деле, жил он в нем или нет. С точки зрения правовой, это не столь важно. Меня бы, наоборот, более смущало, если бы человек купил где-то дом и спустя месяц быстро его побежал перепродавать. Вот тут, может быть, что-то нечисто, почему он стремится так быстро избавиться от актива. А если он в нем пожил, сам, ну, это нормальная история. Что нужно проверить? Как я уже говорил, проверить нужно самого этого продавца. На это нужно обратить внимание. Понять, почему он его продает. Да, ну, если он построил, и он вам говорит, что специально для этого построил, первый это его опыт или не первый, наверное, нужно понимать. Но, опять же... Нужно спросить, а какие дома он до этого построил? Да, и кому продал. И поговорить с теми, кому он продал. Ну, это в идеале. Потому что, если мы покупаем, например, у юрлица застройщика, то я бы начинал с этого. Я бы посмотрел, что это за застройщик. Насколько он часто... Ну, насколько у него много уже готовых объектов, которые он продавал. Есть ли в судах с этим застройщиком большое количество процессов. Потому что есть у нас такие застройщики, которые в свое время нахватали земли. Даже что-то на этой земле построили. В первую очередь какого-то объекта продали. И сейчас бьют себе пяткой в грудь, кричат, что вот у нас уже первая очередь готова. Мы продаем вторую. А заходишь на сайт суда и понимаешь, что по первой очереди 9 из 10 купивших у него земельные участки или уже готовые дома с ним спорят. Это мы сейчас про какого застройщика говорим? Те, которые строят индивидуальные частные дома или многоквартирные дома? Нет, это про коттеджные поселки. История такая вполне себе распространенная, когда выясняется, что он не смог подвести сети к участку. Секунду. Это может быть даже в коттеджном поселке? Такое довольно часто, я бы сказал, встречается в коттеджном поселке. Это первое, что нужно проверять? Безусловно, я бы начал с проверки самого продавца. Что это за продавец? Продайте внимание, если покупаете дом в коттеджном поселке, первое, что нужно сделать, это проверить застройщика. И нет ли разбирательств в суде именно с этим застройщиком? Правильно я это все скромнировал? Да, совершенно верно. Совершенно верно. Хорошо, но это очень правильно. Это не значит, что все застройщики плохие. Ну, конечно. Это есть абсолютно в заслуженной репутации хорошие застройщики, которые, в общем-то, взаимодействие с которыми не вызывает проблем. Но есть люди с не менее заслуженной, но плохой при этом репутацией. Я могу сказать, что когда я как покупатель приобретаю дом, мне же все равно, кто застройщик. Я же это в последнюю очередь узнаю. Ну, с точки зрения того, что мне же не жить застройщиком, мне жить в доме и на участке, где стоит этот дом. В том месте, которое мне нравится. Поэтому я это в первую очередь выбираю. Правда ведь? И когда я уже выбрал, вот я туда еду, я еду смотреть, вот мне он нравится, я его хочу купить. И потом я уже начинаю проверять все вот юридические аспекты, чтобы не вляпаться вот куда-то, вот в такой неприятную историю. И вот я выяснил, что первое, мы начинаем с застройщика. И проверяем, что мы проверяем. Ну, для начала нужно посмотреть, что это за юридическое лицо, когда оно создано. Есть ли в отношении этого юридического лица большое количество судебных процессов, причем не обязательно связанных с продажей домов. Он, может быть, задолжал банку уже давным-давно большие суммы денег и не сегодня-завтра обанкротится. И потом будет большой вопрос, не оспорят ли сделку, по которой вы приобрели ту. Я бы еще здесь, наверное, знаете, что добавил? Кстати, физического лица, с которого мы начали, у которого мы покупаем дом, проверять нужно все то же самое. Потому что если он назанимал денег на постройку этого же дома у других людей, то не исключено, что он эти деньги отдать не может. Его начнут тоже банкротить или начнут взыскивать с него эти деньги и начнут потом оспаривать сделку по продаже вам этого дома, считая, что на этот дом должны претендовать кредиторы, которым он должен денег. А уже потом бывает и такое. О как! Поэтому обращаю внимание. То есть получается, что даже если я покупаю дом в деревне, там у какой-то бабушки условной, я тоже ее проверяю? Ну, риски меньше, но проверить, конечно, нужно. Конечно, нужно. У бабушки это проблем может быть еще больше на самом деле. Может быть, она не занимала ни у кого кучу денег, да, но у нее могут быть родственники, которые потом захотят ее признать невменяемой. А может быть, дом, который она стремится продать еще в советские времена, ей достался, бери и живи, а документы не оформлены надлежащим образом. Вот как с советских времен в колхозе она находилась или в каком-то другом сельскохозяйственном предприятии советского типа, когда землю, в общем, не очень хорошо оформляли. И до сих пор у нее вот эти вот бумажки еще ветхие, ломающиеся в руках, а потом что с этой землей делать? Я бы еще обратил внимание вот на что. Когда покупается дом в каком-то коттеджном поселке будущем, потому что же много продают просто земли под будущий коттеджный поселок, я бы еще проверял, что в договоре вам обещает этот продавец. Ну, то есть газ на участке, электричество, колонизация, что еще? Какие места общего пользования будут, какое будет благоустройство, какого охрана? И ведь это может все остаться на бумаге. Да. Проверять нужно на самом деле в первую очередь не то, что вам обещают, а что будет, если этого не произойдет. Какие гарантии, что застройщик сделает то, что нужно? Потому что сегодня он застройщик, а завтра он застройщик банкрот. И что вы с него попросите? То есть фактически могут продать землю, наобещав, что здесь будет город-сад. Все это останется просто голой землей. Ну, или с заросшей бурьяном. На вашем попечении. Да. Сами строите заборы, сами отсыпаете дороги, сами как хотите электричество тенем. Да. Ну, может капель дотянуть до трансформаторной будки и все. Я, кстати, таких историй знаю очень много. И людям потом приходится организовываться самим, создавать новое там товарищество собственников недвижимости. А деньги они уже отдали, а более того, предыдущие хозяева всего этого поселка, назовем его так, хотя на самом деле никакого поселка в итоге не оказалось, они еще и документы вам не отдают необходимые. Или просто вы их найти не можете и получить нужную информацию неоткуда. Таких историй, ну, к сожалению, довольно большое количество. А вот такой вопрос, когда дом покупается, готовый дом, должен ли быть проект на этот дом? Или можно и без него покупать? Ну, в идеале, конечно, чтобы был. Ну, не все дома требуют наличия проекта. То есть, если это какая-то небольшая постройка, да, там не требуется на нее получение разрешения на строительство, то, может быть, проекта и нет. Нет, мы не говорим про сарай, не про гараж. Почему сарай и сарай? И мы не говорим про деревянный дом. Мы говорим про нормальный большой каменный двухэтажный дом. Пусть 200 метров, 300 или 300. Не обязательно он должен быть. Если на этот дом уже у продавца зарегистрировано право собственности, то вроде бы все нормально, проект не обязателен. Другой вопрос, что если с этим домом потом начнутся какие-то проблемы, то без проекта вам будет сложнее. Вам будет сложно доказать, что вы рассчитывали на одно, покупая дом, а оказалось другое. Ну, как вы докажете, что там должны были быть, я не знаю, там каменные стены, а не бумажные. Вот если есть проект, к которому мы можем привязаться и сказать, что вот состояние дома должно соответствовать проекту. Это просто упрощает ситуацию. Это не обязательно, но желательно. Так же, как нужно описывать состояние фактическое дома, когда вы его получаете уже фактически. Вам передают ключи, вы подписываете акт приема-передачи. Нужно по максимуму фиксировать все, что вы видите, особенно недостатки, которые являются явными. Понятно, что вы не будете отдирать обои, чтобы посмотреть, а действительно ли там тот кирпич, который вам обещали. Это скрытые недостатки. Вы их, в принципе, и впоследствии можете выявить и предъявить своему покупателю. Но какие-то явные вещи, которые нельзя не заметить, обязательно нужно фиксировать. И проект в этом, в общем-то, помогает. Когда дом куплен, и оказалось, что дом некачественно построен. Треснула стена, протекает крыша, промерзает фундамент. Тот, кто купил дом, может предъявить претензию продавцу? И если да, то в каких случаях? Может, но не всегда. Все зависит от причин, что случилось с домом, почему он такой. Купили летом, а фундамент начал промерзать зимой. Пол холодный, куржар из снега пол глам. Ну и реально очень холодно. То есть, вот что делать? А обещали, что все хорошо и замечательно. Вот обещание – это такая прекрасная штука, которая очень хорошо работает, когда она записана на бумаге и сопровождается определенными гарантиями. На самом деле, все в очень большой степени зависит от того, как вы составили договор купли-продажи с вашим продавцом. А, вот от чего зависит. Конечно. То есть, должен быть правильно составлен договор купли-продажи? Определенные гарантии вам дает и закон. Понятно, что если вас обманули, обещали одно, а продали другое по сути, то здесь можно и без всякого договора попытаться развернуть эту сделку или потребовать уменьшения той цены, которую вы заплатили за объект. Но если вы правильно составили договор и прописали в нем все гарантии, то это становится значительно проще. Ударить рублем по наглой роже продавца. То есть, чтобы подстраховаться, нужно правильно составить договор. Конечно. И в общих чертах в договор нужно записать примерно следующее, что я, продавец, гарантирую покупателю качественный дом. Он не промерзает, стены не треснут, крыша не протечет, окна не вывалятся. Если это случится, то обязуюсь за свой счет все возместить, деньги вернуть. Либо возместить стоимость ремонта переделок, либо... Вот так должно быть. Да, конечно. Вот так должно быть в договоре, друзья. Не верьте на слово. Если вам кто-то на слово говорит, что это самый лучший дом в мире, возможно, это и так. Тогда нет никаких проблем все это записать на бумаге. На самом деле, это ведь касается не только договора купли-продажи. Когда кто-то просит у вас денег взаймы и говорит, я тебе отдам завтра обязательно. И смотрит честно тебе в глаза, можно поверить. И может быть, он даже вернет. Но если не вернет, что вы будете делать без расписки, без договора? Кусать локти. В общем, все нужно записывать. А вы договоры такие составляете? Ну, вот такие крючкотворы, как мы, они как раз и нужны для того, чтобы составлять подобного рода договоры, чтобы минимизировать риски. А в каждом случае он индивидуальный или он какой-то типовой? Нет. Вообще, вы можете составить, какой захотите. Все зависит от того, насколько стороны готовы двигаться. Потому что есть, например, застройщики, если мы говорим про профессиональных участников рынка, которые оперируют исключительно своими типовыми договорами, в которых, естественно, составлены их юристами, и в которых для них максимально вольготный режим установлен. Но надо не бояться предлагать либо там протоколы разногласий, либо свои варианты, добиваться внесения туда нужных условий. Сказать, вот у вас здесь написано, что в течение двух лет в этом коттеджном поселке появится, я не знаю, пруд с золотыми рыбками, детская горка и скалодром. А что будет, если этого не появится? Давайте запишем гарантию. Пропишем, что будет в этом случае. Если это добросовестный нормальный застройщик, он не воспримет это в штыки, он как минимум начнет это с вами обсуждать. Ну, или кормить вас какими-то очередными завтраками и давать вам обещания, либо, может быть, даже пойдет на то, чтобы включить такие гарантии в договор. У нас такие случаи были. Я думаю, в любом случае должен пойти, если это добропорядочный продавец, потому что он заинтересован в продаже, он заинтересован в том, чтобы вы оставили хорошие отзывы, и у него еще случились продажи. Правильно ведь я понимаю? Безусловно. А если это все воспринимается в штыки, все ваши вопросы, ваши предложения по внесению вот этих вот записей, дополнительных протоколов, разногласий, то стоит задуматься вообще по поводу того, насколько добропорядочен этот продавец. Вполне вероятно, что он воспринимает в штыки, потому что он понимает... Что-то не так. Что не будет прудика, золотых рыбок и детский горок. Да, ну почему производители, я не знаю, там есть такие автомобили, я не знаю, там зажигалок дорогих, еще чего-то, дают на свои изделия гарантию. Они тем самым говорят, мы уверены в качестве своего изделия, значит, если оно выйдет из строя, или с ним что-то будет не так в течение, там, одного, пяти, там, десяти лет, или на какие-то изделия пожизненную дают гарантию, значит, они настолько уверены в качестве. То же самое и с застройщиками. Если ты добропорядочный застройщик, если ты понимаешь, что у тебя есть достаточно денег, что у тебя все документы оформлены нормально, и тебе позволят ввести в эксплуатацию объект, и не будет никаких проблем с государственными органами, то что мешает тебе в договоре записать то, что ты столь пламенно, значит, доказываешь и рассказываешь своим покупателям. Договор, лучшая гарантия. То, что вещаешь словами. Да, да. Нет ничего лучше закрепленных слов на бумаге. Да, лучшая гарантия доверия – это стопроцентная предоплата, да, ну и, соответственно, лучшая гарантия качества, та, которая записана в договоре. Согласен. Возьмите это на вооружение, а у вас случайно типового договора нет? Нет, это абсолютно индивидуальные вещи, и все зависит от объекта. Ребята, хотел отжать договор у юристов, но это их хлеб, поэтому у меня это не получилось. Обращайтесь, ссылочка на компанию будет, в которой я нахожусь, поэтому вы сможете им написать, обратиться, они составят для вас договор. Такое, что будут гарантии железобетонные. Правильно я говорю? Железные. Продолжение следует...